Всем приветики! Меня зовут Аня и вы на канале ЮС Анна. И сегодня у нас будет обзор книги про сэмплеры. Увидела буквально случайно где-то на фейсбуке вот эту вот книжку. И там была... Ну как, книга продавалась, и были дополнительные пару фото, и меня заинтересовали сэмплеры. Книга меня заинтересовала тем, что в ней есть еще и схемы. Но получив ее сегодня, кстати, вообще прям сразу же снимаю видео, я поняла, что схемы там, знаете, такими отрывками, урывками, какими-то частями из сэмплеров. То есть можно, наверное, собрать все в единое целое, но это будет сложно, нужно постараться. Но сама книга очень классная. Я ее быстро пролистала. Вот. И прям покажу, на каких сэмплерах я такая... О! Вот так вот аж прям сделала. Вот. Но первое, что это, конечно, сама обложка книги. Это красивый очень сэмплер 1774 года. Вот. Представляете, какую красоту в ояле. Все-таки сэмплеры, да, это отдельный вообще вид искусства, отдельный вид вышивки. И, ну, это наша история, да, можно так сказать. Мы с вами пройдемся по сэмплерам. Вот. Схемы я показывать не буду. Вот. И... Ну, может быть, часть похожу. Я сейчас просто задумалась, чтобы показать вам, как это выглядит. Дабы не было, знаете, как у меня. Я-то думала, там готовая схема, а там нет, не готовая схема. И что здесь говорится? Что здесь 33 цветных иллюстраций и 40 страниц с схемами. Здесь историческое такое вступление. Но мы с вами пройдемся с картинками. Вот закладочка. Кто-то вот закончил свое изучение книги уже на пятой странице. И поехали. Вот такая вот красота. Отдельные такие детальки. Лев какой, да? Серьезный. Олени. Цветы красивые. Очень красивый. Вот этот очень красивый. Вот этот очень красивый. Мне хочется все время... Я когда обзор книг делаю, нет, чтобы вот так вот статично было все. Мне хочется прям поднести и показать всю эту красоту поближе. И в итоге получается, что все трясется. Надо как-то себя контролировать. Вот. Сейчас я немножко отодвину, чтобы полностью книга помещалась. Это цемплер 1683 года. Германия. Представляете? Это у нас кто? Это павлин, да? С таким хвостом. Красиво. Интересно. Вот это вот на петушка, да? Похоже. А это на стуле. Покрытие стула. Была Англия. Первая половина 18 века. Мне хочется показывать ближе. Очень красиво, правда? Как вот попой на такое садиться. Я не знаю. Кощунство. Так. Следующая страничка. Вот. Вот здесь я прям ахнула. Когда перевернула, я прям ахнула. Действительно. Очень красивый сэмплер. Прям безумно красивый. Опять же, Германия. 1710-й. Слэш. 20-й год. Может быть, вышивался он. 10 лет. Может быть, ориентировка просто на такой год. Вы просто посмотрите. Это же безумная красота. Этот бордюр. Такие цветочки ажурные. Дерево какое красивое. И женщина с мужчиной. И барашки тут. И павлин. И попугай. Деревья потрясающие вообще. Груша. Вы только посмотрите, насколько это все красиво. Эти вазоны с фруктами. Боже мой. Я просто влюбилась. Я не то, что влюбилась. Я прям без ума. Кто-нибудь разработайте вот эту вот красоту. Это же вообще, я не знаю. Здесь тебе и тюльпанчики, и, наверное, что-то на гортензию похоже на розу. Это ирис красивый. Вот эта центральная часть. Безумно красивая. Я не могу. Я прям... Безумно, безумно. Мне нравится. Вот посмотрите здесь поближе. Это гладь, да, у нас получается. Вазончик с фруктами. Улиточка, бабочка, мотыльки какие-то. Ваза, боже. Я влюбилась. Правда влюбилась. Я... Ну вот здесь я прям ахнула. Его нету на основной картинке. Я его не видела нигде, когда покупала эту книгу. То есть были сфотографированы некоторые сэмплеры, но не этот. И я прям такая... Он меня привел просто в какой-то восторг дичайший. Безумно красивый. Не знаю, это могу постоянно повторять. Вот здесь. Вот тоже, смотрите. Сэмплер. Вот даже не Вирлэнден. Что это за страна? 1741 год. Мне нравятся вот эти сэмплеры здесь тем, что они очень насыщенные. Практически во всех есть пара, есть животные, есть деревья. Очень они красивые. И можно расглядывать бесконечно. Тоже красивый центральный элемент. Вот кораблик мне в углу тоже очень нравится. И алфавит есть. Но знаете, алфавит как-то где-то сбоку. Не основной акцент на них идет. И это очень красиво. Вот здесь вот, смотрите, детали, да? Вот здесь под деревом стоят. А там Ева, видимо. Вот здесь более детально. Вот центральная часть с домиком. Красота. Красота. Только бы не начать влюбляться в сэмплер. Вот это будет самое страшное. У меня лежит один от Handicross. Я не знаю, пять лет, наверное, лежит схема с попугаем. И я все время порываюсь, все время это откладываю. Не знаю, доберусь я когда-то или нет. Но мне кажется, когда у меня будет такой вот порыв именно по старинным вот этим сэмплерам, я, скорее всего, возьму тот, потому что у меня есть схема. Вот. Но вышивать я буду в DMC. Я пока не рискну вышивать шелком. Красивый, да? Вот этот вот у нас... Где был? Где он у нас был? Где-то в первом сэмплере был. Вот этот павлин. Красивущий. Здесь, смотрите. Дракона победили. А рак какой забавный! Класс! Просто класс! Тоже Германия, 1758 год. Красота! Сэмплеры очень красивые. Так, ну это вот у нас с обложки. Это сэмплер 1774 года. А это 1769 года. Они такие старенькие. Просто вообще. Там страшно подумать. 250, да? 250 лет назад. Скоро 300 уже будет лет. Как сэмплеру. 1777. Это верхняя часть. Это нижняя часть сэмплера. Длинная, да? Полосочка. Здесь, видимо, всякие стежки, узорчики. Вот прям видно, да? Что старенькая такая фотография. Фотографии все с оригиналов, да? Вы можете посмотреть. И везде, мне кажется, так. Прям видно, что ткань немножко уже пожившая. Пожившая. Вот этот. Решающим в покупке этой книги был вот этот сэмплер. Я увидела фотографию. И поняла, что я влюбилась. Но потом, когда я получила книгу, я влюбилась, конечно, вот в тот предыдущий. Но этот мне все равно очень-очень нравится легкостью. Он какой-то воздушный. Мне очень нравится здесь вот этот корабль. Вот он мне бросился в глаза с самой первой. И прям я в него влюбилась. Вот эта деталь, в которую я влюбилась, в этом сэмплере. И потом я стала его рассматривать. И он весь такой какой-то воздушный, не перегруженный. Вот эти все цветы, они очень, не знаю, легко смотрятся работа. Может быть такое фото, конечно. Но очень красивый. Очень-очень красивый. Тут вот детальки. Но не от этого сэмплера. От другого. Прям вообще. Прям любовь. Не знаю. Напишите потом вот здесь, с каких страниц вам понравились сэмплеры. Они, конечно, все прекрасные. Но есть вот именно те, которые просто в себя влюбляют. И ты уже такой вау. Вау, вау, вау. Вот такие вот. Еще как подумаешь, да, то, что вышивали прям девочки-девочки. Ты думаешь, да. Такое не повторить, конечно. Посмотрите. Какой у нее веер. Какие у нее перья в шляпке. Это 1799 год. Джейн Беллард. Английская работа. Опять же, вот эти деревья красивые. Вот эта вот нижняя часть. Представляете, какая она плотная. Так все красиво. Так все изящно. Не передать словами. Очень здорово. Здесь более приближенно, детально. Дерево. Посмотрите на это дерево. Ой, там птичка подлетает какая. Да, в этом, наверное, и есть весь такой шарм сэмплеров. Что вот так вот смотришь, прям захватывает дух. То там зацепился взглядом за что-то, то здесь зацепился. Вроде смотришь на дно, а потом такой, о, вот здесь еще что. Кидает из стороны в сторону. Вот такой вот семейный сэмплер. Прям древо целое. Да, здесь вот непонятно, что написано. Видимо, часть уже... Да, даже по ниточкам видно, что вот здесь уже куда-то делись. Дом. И такая глубина у работы есть, да. То есть мы реально смотрим туда вглубь. И видим этот дом. Обалденно. Очень здорово. Вот такой вот сэмплер. 1805 год. Вот здесь тоже. Красивые нишнятинки. Безумно красивые. Прям вот... Тоже мне нравится эта работа. Здесь прямо вот даже видно, что это крестики. Да, это... Это не гладь, а именно вот... Ну, может быть, конечно... Петиты. Ну, полукрестики. Очень похоже на крестики. Слушайте, такое ощущение, что у Хэнса есть такая работа. Я могу, конечно, ошибаться. Я 300 лет уже не смотрела на Хэнс. Но есть такое что-то вот схожее. Мне так кажется. Вот такая работа. Это голландские работы. Хотя нет, это английская работа. Это голландская. 1819 год. Здесь вот поближе. Более детально. Этот как-то не зацепил. Вот здесь уже американская работа. Естественно, Орел тут. 1825 год. Маргарет Мосс. Автор. Ну, здесь стишки, да? Гладь, не гладь. Разные. И сколько животных. Ой, пастух какой классный. Под деревом сидит. Обалденно. Ну, а Орлы, это вообще моя любовь отдельная. Тут, конечно, прям классно. Вот здесь тоже. Посмотрите, какие красивые сэмплеры. Это Южная Германия. 1826 год. Лебедь какой. Здесь меня лебедь зацепил. Ну, я так думаю, что это лебедь на пруду. Лебедь красивый. Здесь, наверное, барашки. Вот это вот тоже. Очень красивый петух. Он, конечно, бледный. Но все равно можно рассмотреть детали. И они классные. Вот этот понравился. Смотрите, оформлено, да, как. Может быть, конечно, позже уже, чтобы не обсыпалось. Хотя она вряд ли, знаете, выглядит прям тоже очень-очень по-старенькому. Это от него, да? Да, вот эта вот часть. Поближе. Крестики. Крестики, крестики. И здесь их прям видно, что это крестики. Класс. Вот этот красивый. Ваза вот эта вот прям вообще. Вот видите, в каждом сэмплере, да, что-то конкретное цепляет. И ты уже не можешь прям остановиться. Одно зацепилось. Потом здесь что? Арфа, да, наверное, какая-то. 1833 год. Год. Не знаю, красиво. И здесь вот он алфавит. Он же вышит прям из цветочков. Зеленые ниточки и разные другие ниточки, которые, ну, цвет дают. Как будто из цветочков все сделано. Красиво. Попугай. Я не знаю. Здесь, видите, это прям схема же какая-то. Да. Напечатано. Hertz and wherever в Берлине. Но тут, знаете, она такая тоже древненькая какая-то. Или затертая специально. В общем, странная немножко. Вот такой вот простенький сэмплер. Да, попугаи у меня тоже. Может быть, у меня что-то испытываю какие-то я. Ассоциации с попугаями, с птицами, с орлами. Не знаю. Прям нравится мне это все. Ну и все. И дальше, дальше пойдут схемы. И как здесь написано. Здесь вот, допустим, страница восьмая. Пойдемте, сходим на восьмую страницу. И что мы здесь видим? Мы здесь видим вот этот вот элемент. Вот он, да. Потом мы видим вот эту загогулинку. Где я только что видела. Вот здесь вот. То есть отдельные какие-то детали вот так раскиданы по схеме. Даже есть, ну, типа ключ. Какие цвета нужно использовать. Но опять же, все это очень приблизительно. И нету, ну, цельного полотна. И так, вот, 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 дальше вот это вот все, оно так и есть. То есть какие-то отдельные детали из разных сэмплеров. Причем из вот этого сэмплера, который я безумно просто влюбилась в схемы, нет. Скорее всего, ну, я так думаю. Потому что она, работа, выполнена гладью, да. И поэтому, скорее всего, нету и схемы. Ну, я так влюбилась, боже мой. Я не могу. Это, ну, это какое-то вообще что-то невообразимое. Я влюблена. Я покорена. Я вообще просто в восторге вот от этого сэмплера. Но, к сожалению, к нему вообще нету ничегошеньки. Абсолютно. В самом конце еще есть вот стежки некоторые, как выполняются. Вот. А так в основном, да, вот так вот прописано, с какой страницы. И ты просто смотришь элементы. Тут много. Тут вот, ну, реально полкниги получается. Вот этих вот элементов различных. Так что, вот такой вот обзор на эту книгу получился. Напишите, какие сэмплеры понравились вам. Вот. И я думаю, может быть, кому-то, ну, знаете, бывает такой, стоит выбор брать книгу, не брать. Вот после таких обзоров можно принять решение. Нужна ли она вам или не нужна. Потому что я искала обзор на эту книгу, к сожалению, не нашла. Вот. И очень надеюсь, что кому-то поможет этот обзор. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok